я теперь говорю я теперь говорю и так вот такие вот покадровки именно мимики бориса смотрим где нужно установить косточки дм он в основном улыбается вот у него растягивается клюв потом что у него тут еще происходит значит закрываются глаза брови должны вверх вниз вот как-то подниматься и губы вот он вот этот клюв как бы вытягивает так задача сложная но давайте пробовать так единицы на нампаде погнали таймлайн пока опустим shift а добавляем арматуру сингл бон ставим ее так вот эту голову полностью выбираем и наверное надо ее поставить вниз но немножко можно наверно сделать побольше так вот как-то так теперь арматуру убираем и находим in front вид спереди так пока цветность можно отключить выбираем косточку и заходим в эдит мод джи кость пока уменьшаем пусть вот это вот кость первая будет маленькая основная и тоже поставим так сюда тройка на нампаде джи подправим начату здесь будет изгиб шеи теперь значит е большая кость это уже будет основная головная так теперь вытаскиваем косточку е вот сюда отцепляем и альпи clear parent джи или с помощью мов давайте подтянем вот сюда и перекрутим джи и вот тут уже вопрос такой здесь как вот если будет вытягивать вот эту часть клюва этот наконечник да как бы лучше сделать если сейчас мы и джи уменьшим вот так вот эту косточку еще джи вот сюда отметим будет наклон вот этой открываться именно рот мне лучше вот сюда просто ему к верху нужно будет подходить ну допустим давайте джи пока поставим вперед привяжем ее вот к этой косточке control пи keep offset сделаем shift d дубликат приподнимем его с уменьшим и джи как бы поставить его чтобы видно было потому что к этой косточке мы будем вязать вот эту нижнюю челюсть и привяжем вот к этой кости control пи keep offset так тройка на нампаде все вроде нормально теперь вытаскиваем е кость еще одну alt пи clear parent значит джи это будет уже центральные вот этот клюв и какая штукенция должна быть так вот здесь косточка будет отдельная здесь вот поставим центральную близко не будем ставить здесь лучше две косточки добавим которые будут изгибать вот этот клюв теперь так шифт и делаем еще одну косточку делаем с это будет опять же у нас челюсть ниже и опустим и привяжем к ней control пи keep offset а вот эту кость привяжем опять же голове control пи keep offset ну такая часть вроде простенькая сделано теперь давайте займемся наверное так еще клювом вот из этой косточки е вытащим еще кость это чтобы у нас значит клюв стоял на месте верхняя вот эта точка и привязан так она и так привязана к голове вот и пусть она голове и будет привязана так теперь е вытаскиваем кость альт пи клеер пэрэнт семерка на нампаде значит это g r и попробуем ее подставить так control z попробуем ее подставить на брови так тут тоже вопрос как ее ставить давайте в эту сторону наверно да так вот так и отметим вот эту часть вот здесь вот где будет клюв начинаться так все хорошо но она работать не будет так работать она так не будет если мы начнем крутить то она не даст результата ну попробуем поэкспериментировать значит выбираем и r перекручиваем делаем ей с так с r ну пусть вот так вот на будет чуть-чуть кверху еще поднять теперь делаем шрифт д смотрим как эта косточка установилась шрифт д еще одну косточку и шрифт д еще одну кость немножко перекрутим опять же я не знаю как получится рик это эксперимент ну как то вот так пусть стоит шрифт д еще одну так поставим и вот эту сделаем поменьше с мы ее двигать не будем она просто будет как отмечать вот эту вот кромку да выбираем все вот эти косточки и чтобы здесь не путаться давайте из головной кости тройка на нампаде и выведем еще одну косточку отсоединим alt p clear parent чтобы она была именно по центру черепа r немножко я перекрутим g подставим на затылок вот так чуть-чуть на так 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 ну так чуть вперед и привяжем к голове ctrl p keep all set и вот эти косточки чтобы при ходьбе они не отрывались от персонажа вяжем к ней ctrl p keep all set так ну пока вроде что то такое получилось вот эту косточку надо чуть чуть поровни чтобы копировать и она потом нормально себя вела так 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 давайте теперь решу что сделаем shift d копируем косточку делаем ей с с и отметим значит наш глаз немножко под корректируем сделаем s g заведем ее в века вот на этот край и немного еще перекрутим вот так она будет ну должна в принципе держать вот это расстояние вот это вот так еще немножко r мы и подкрутим в принципе пусть она тут пока и пострит теперь делаем shift d семерка на нампаде значит р делаем еще наверно с ей g нужно поймать вот это вот века чтобы глубоко это все дело не стояло так где то наверно где то наверно так тройка на нампаде shift d сюда ее shift d еще одну так это значит g подальше и тут тоже чуть чуть повыше ну чтобы они были невысоко от кромки вот этого вот века вода вот с для до вот это вот это вот и вот эти вот два две кости так вот эти две кости надо выше подвести вот так и вот это тоже повыше есть вот тоже неудобство вот это все выгадывать подлавливать вот вроде поймал кромку ниже опустил а она здесь кажется что ниже так ну пусть пока вот таким вот образом так вот этот еще по моему чуть-чуть пониже надеюсь все разваливаться это не будет так вот только на нам падиши в д опускаем вот эти те же косточки вниз и теперь их тоже выставляем потом в процессе конечно можно будет это все дело еще подправить ну как то так пока пускай побудет так и вот это наверное еще вот сюда теперь если мы будем закрывать века работать вот этими и вот этими костями то как бы у нас вот это верхняя часть не начала двигаться значит нужно вот эти косточки так ну давайте их еще сдублируем и сделаем сыр для и поднимем вот сюда до многовато конечно но если глаз начнет как это сказать выходить за рамки то нам придется чем-то его подравнивать какими-то костями ну пока вот что-то в таком духе оставим так теперь нам же понадобится такая штукенция чтобы вот нижняя часть вот это у нас тоже работала нам нужно и на нее поставить косточки так вот эту кость возьмем вот эту и вот эту сделаем shift d подставим ее вот сюда пониже g эту кость пока сюда эту хоть пока сюда и вот эту вот сюда на вот эту вот кромку глубоко опять же засаживать их туда не надо так ну в принципе глаза сделаны брови есть так щеки щеки еще надо добавить как же добавить щеки вытянем вот из этой косточки и кость отсоединим ее alt p clear parent делаем с и делаем g подставляем вот на щеку перекручиваем g вот вот отсюда она должна будет эту щеку как-то вот отсюда она должна будет эту щеку как-то двигать ну желательно наверное е добавить еще одну кость вот сюда alt p clear parent делаем с g и вот теперь вопрос какой кости все это дело привязать вот эту косточку мы привяжем к этой control пики пол сет а вот эту косточку наверно головной control пики пол сет теперь нам понадобится тройка на нампаде вытаскиваем косточку е английская отсоединяем alt p clear parent семерка на нампаде значит g r подставляем ее вот сюда чтобы она создала именно у здесь вот угол чтобы у нас потом когда мы будем их вот эти косточки двигать вытягивать по центру не появилась вот какая-то прореха давайте чуть побольше эту сюда заведем часть а эту на ту сторону так есть такое дело эту косточку вяжем носовой control пики пол сет теперь что еще нужно сделать так вот эту косточку тройка на нампаде сделаем g поменьше и ниже опустим из нее тоже вытащим е косточку косточку alt p clear parent отсоединим ее и попробуем подставить вот сюда как и верхнюю тоже так вот g чтобы это потом можно было вытянуть так как того смотрим как она тут легла ну вроде нормально и вот эту кость к нижней вяжем control пи и пол сет также можно кость наверное и вытащить на кадык alt p clear parent сделаем тройка на нампаде r и тут тут вопрос как его будет удобней вверх поднимать да двумя костями или одной давайте двумя сделаем вот эту косточку привяжем вот к этой control пи и пол сет и вот эту кость чуть-чуть ближе к адеку отведем так есть такое дело ну в принципе все а нет не все еще у нас вопрос вот чем единица нампаде и косточку вытягиваем отсоединяем alt p clear parent и нужно ее будет поставить семерка на нампаде делаем ей s r и вот здесь где она будет вот эту часть корректировать rg вот так как то на ну да так ну не полениться и сделать наверное еще одну кость вот сюда эту кость вяжем на эту control пи keep all set эти косточки тоже привяжем к нижней к челюсти control пи keep all set а не к голове так ну тут ну и сюда наверное косточку надо добавить давайте попробуем так единица нампаде где-нибудь выберем кость вытянем alt p clear parent отсоединим r развернем и g установим где-то s вот сюда наверное перекрутим так ну да где-то так так из нее еще одну косточку вытянем в эту сторону так и вот эту кость вот к этой привяжем control пи keep all set надеюсь одну достаточно будет это не отойдет от кромки ну в принципе как бы вроде бы и все теперь нужно единиться на нампаде и вот эти все косточки скопировать за исключением через shift головную убираем и центральные не трогаем так ну и вот эту еще тоже скопируем также вот эту кость никакую не пропускаем посмотрим что получится но ну вроде ничего не забыто так единица на нампаде shift d щелчок правая кнопка мыши mirror x global и переводим все на эту сторону так теперь тут нужно ее хорошо поймать так ну вроде все поймано да так вот здесь нужно корректировка наверно будет вот эту косточку G поближе к этой а эту поближе к этой ну вот теперь черт его знает как она дальше себя поведет давайте сохранимся файл save as чтобы это все дело можно было потом изменять заходим в object mode выбираем персонажа выбираем косточки ctrl p увы так оп пардоньте извиняйте нужно вот эти глаза пока убрать потому что у меня на глаза так где этот глаз вот он с глазами будет другая история я на них тоже хочу добавить косточки и чтобы они потом поворачивались так ну давайте сразу наверное и вставим да вот сюда их отведем подальше зайдем опять выберем косточки и зайдем в edit mode вытащим одну кость и сделаем alt p clear parent теперь вытягиваем единицы на нампаде подставляем к одному глазу такая большая она нам не понадобится делаем ей с ее функция будет чуть-чуть корректировать зрачок теперь семерка на нампаде выбираем эту косточку так отвлекся немного shift d делаем щелчок mirror x global и подставляем на вот эту вот на этот глаз выбираем два вот этих глаза и привязываем все в голове ctrl p keep up set ну вот такая action так object mode выбираем персонажа выбираем через shift кости ctrl p with automatic widget так 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 теперь нужно привязать глаза выбираем один глаз выбираем кость заходим в post mode и выбираем вот эту косточку вот эту и делаем ctrl p бомб теперь опять же object mode выбираем второй глаз опять же кость post mode эту косточку теперь выбираем ctrl p бомб object mode выбираем вот эти кости так ладно я их в post mode потом назад туда подставлю заходим выбираем просто кости и опа на так это я привязывал коды все пардонте обшибся теперь post mode выбираем вот эту кость через shift вот эту тройка на нампаде и с помощью моф наверное вот сюда их поместим так это многовато ну возможно придется еще глаза немножко увеличить или подкорректировать костями сейчас будем смотреть вот теперь будет путаница потому что костей там много и нужно аддоном который я уже показывал заменить вот эти косточки которые не понадобятся для анимации можно скрыть вообще вот допустим вот эта кость она не понадобится она просто как ограничитель стоит так так еще что я забыл смотрим выбираем челюсть выбираем нижнюю косточку посмотр и вот к этой кости вот к этой кости вот к этой кости control пи бомб привязываем нашу челюсть косточка которая вот которую мы вытягивали снизу снизу вот этой вот основной на клюв верхней которая идет так теперь object mode выбираем нижние зубы и косточку еще одну заходим в post mode теперь вяжем вот к этой косточке control пи бомб post mode так object mode выбираем кости post mode и теперь смотрим берем любую косточку и попробуем ее покрутить ну вот ничего вроде не выходит так а так если вот башка вводится control z control z так это уже радует ну теперь нужно посмотреть как будет происходить моргание да ну давайте какую-нибудь анимацию запишем так это я опять все сохраню пока файл save us это уже другой будет файл и так пишем а и лог рот это будет первый кадр теперь теперь на десятом кадре выбираем какую-нибудь косточку на шее семерка на нампаде и поворачиваем всю эту штуку вот так как бы он нет control z не эту косточку выберем вот эту кость семерка на нампаде r перекрутим голову пишем а и лог рот на двадцатом ну попроще такую анимацию сделаем да так так на двадцатом семерка на нампаде и выбираем опять эту косточку делаем r только теперь в другую сторону а и лог рот смотрим что произошло так голова уже вроде крутится нормально и теперь где-то на тридцатый кадр семерка на нампаде r выкручиваем голову назад открываем значит r челюсть приподнимаем так вот на кости все-таки назначить им какие-то ну фигуры внешний вид так это тоже и нужно теперь открыть ему глаза так выбираем вот эту косточку вот эту через shift вот эту и вот эту так теперь тут вот такая штука как они будут работать g r g r допустим d значит r ну в принципе возможно даже вот эту часть подправить можно будет ну пока не суть вопроса так так надо вот это все дело попробовать открыть ставим вот в такое положение g г и одну кость не выбрал так значит g и вот что происходит чтобы так открыть ее нормально нам придется наверное выбирать и вот эти косточки так что лучше наверное нижние кости привязать вот к этим чтобы они как-то синхронно наверное двигались теперь получается g р допустим g g вот это тоже как бы подкорректировать и тут надо еще цвета им назначить чтобы потом по цвету ориентироваться какая где кость так вот как-то так вот эту на сюда так этот глаз открыли мы теперь вот этот глаз поэкспериментируем получается g вот это значит косточка так вот это ограничитель уходит как плотная на низ так что тут получилось надо глаза еще размер глаз прибавить потому что мешки сильно большие у этих век или уменьшать их как бы вот наверно так он должен же таким вот образом так это косточка g сюда но теперь пробуем все вот эти кости выбрать так и сначала поднимаем их g через shift выбираем вот эти верхние кости так вот это вот не надо и пробуем поднять их вот так вот g к верху следом пробуем вот эти вот брови приподнять и вот когда брови поднимаем прям можно наверно и еще больше тут приподнять зрачок опять же как-то округлять его тут надо симпатично чтобы он как-то задирался можно все это вывести на одну косточку какую-нибудь чтобы можно было двигать одну кость так как ну можно еще сапатку даже приподнять можно перекрутить как-то вот так прикольно что еще можно сделать так значит щеки когда он рот открывает они должны уходить вот эту косточку я зря привязал вот на блэк голове вязать надо перевязать обязательно так и надо не забыть какие кости открываются как вот лучше писать да вот мимику сначала базовая раскидать чтобы меньше костей трогать вот допустим блокинг раскидать 25 30 35 кадр а потом уже в каждом кадре просто экспериментировать добавлять какие-то движения на лице чтобы ну вот сейчас если сделают эту всю анимацию мне придется вернуться вот на 35 у меня останутся вот такая штука мне нужно опять все косточки вернуть назад хотя я мог просто веки чуть кверху приподнять открыть рот а потом все это дело здесь уже дорабатывать ну это я так себе представляю конечно так давайте еще коды проверим как он работает так низ если закрепить дал чуть-чуть его можно так приподнять пишем а и блок рот и что у нас получается вот и на 35 на 35 давайте все это дело вернем назад и постараемся да постараюсь конечно так это значит опускаем вниз р рот закрываем эту косточку тоже мы двигали возвращаем вниз видите что происходит можно под конец анимации тут вообще сбиться так в костях что потом персонаж будет похож мало на кого давайте тут щеки больше поднадуем проверим сразу как у нас работают вот эти косточки так это значит джи а у нас их тут две значит выбираем и вот эти кости стройка на нам падей джи и вот эту кость можно проверим как работают вот эти косточки вот мы их можем загнуть и вот эти косточки тоже так что тут не так тройка на нам паде и вот так перекрутить и он должен моргнуть правильно так тэк 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 это значит наджи опускаем вот сюда вот эти кости выбираем надеюсь я никакие не зацепил больше поднимаем g сюда и надо чтобы глаз у нас закрылся так g нелегкая это работая вам скажу так вот эту косточку нам не надо вот эти поднимаем к верху и увидите что они завозят за вас надо вот это все дело ловить чтобы глаз был скрыт вот так вот и вот эту часть как-то отрегулировать теперь вот эту вот эту вот эту проверяем g века опускаем и выводим вперед так как ну вот этим тоже здесь не дадим остаться да вот что еще вот есть кости которые в принципе мешают сейчас вот так и надо чтобы глаз у нас был постоянно скрыт вот это века нужно подгадывать смотреть постоянно него так вот эти три косточки мы только двигали значит джи мы их опустим так вот эту косточку тоже можно опустить так и главное тут не сбиться так давайте еще вот эти проверим джи и вот эти тоже чуть-чуть в сторону глаза пишем а его кроты если какие-то косяки лучше потом до добавить смотрим включаем цвет ну вот уже долгожданная мимика на 40 как вернуть его назад да рекомендую всегда какой-то файл вот вот этот пусть базовый да вот он первый вот он пусть нам понадобится всегда почему сейчас мы вот этот значит откроем так на 40 поставим его глаза теперь опять надо открывать так так вот эта косточка по моему не нужна проверяем как теперь заработает эта штука а вот эти я не опустил тогда но это не беда можно все опять подкорректировать ролик наверно уже затянулся так ну и вот эти выберем косточки значит это джи возвращаем вот эти вот как бы назад так вот это вот тоже назад хватит пока один глаз да они давать я же хотел моргание моргание она делается маленькими кадрами там резко идет секунда даже секунды и все и глаз открыт так теперь джи поднимаем тоже тут такой вопрос как будут с этими потом не перепутаться с верхними вот этими костями давайте джи их чуть-чуть приподнимем и как бы на перекрутим так теперь вот эти вот тоже джи вернем назад эти тоже джи вернем к верху так и почему тут еще вот эти не опустил нижний джи джи можно чуть-чуть р вот просто подгадать как они будут работать если чаще начать делать анимацию от мимики ну наверное она потом уже выработается какая-то штука по которой будет уже понятно как это все дело доработать так теперь щеки так наверно пониже или побольше их ставить ну так как то а и лократ вот что то уже так если сейчас вот что можно сделать так вот здесь вот у нас этот кадр тут вот это да здесь вот этот 35 теперь shift d копируем на 42 допустим или даже наверно 45 потом опять shift d 40 это вот если записать моргание допустим два кадра там да закрыл открыл и потом где-то сбоку их откинуть можно будет их добавлять потом в эту анимацию так теперь опять вот этот shift d 55 я не знаю с какой тут расстановка они должны моргать так ну а теперь можно 30 сюда shift d подкинуть подкинуть и закончить все это дело поворотами shift d 75 хватит кадров так и вот этот наверно shift d на 80 ну вот такой результат в следующем ролике попробую заменить кое-какие кости скрыть как то их тут упорядочить чтобы ну быстрее можно было их находить как то вывести на какие то на одну две косточки и этим делом регулировать пусть даже они будут рядом с глазами ну как выходить вперед их можно потом назначить там кубы сферы и чтобы видеть кстати поменяем вот эту вид костей все всем пока до свидания а